Жириновский позор Жириновскому позор Жириновскому позор Позорил тебе Позорил тебе О чем это говорит? Думаю о многом И прежде всего Очень ярко проявляет истину Хорошо известную всем Кто знает Наша власть Знает ее изнутри Ясно что социальная активность народа растет И будет расти И думаю уже очевидно Что власти не знают Что с этим делать Но это еще полбеды Главная их проблема в другом Они на мой взгляд делают глупость за глупостью И это характерно для номенклатуры При любом нетривиальном развитии ситуации В 90-х я занимался практической политикой Был депутатом городского совета Членом президиума городского совета Председателем его постоянной комиссии По делам молодежи А несколько позже Помощником депутата Госдумы Я имел возможность Видеть ситуацию изнутри Вернее Видеть поведение власти изнутри И меня больше всего поражало Сколько же глупостей делает номенклатурное начальство В том числе самого высокого калибра Как только ситуация перестает развиваться по накатанной клее Сейчас все идет один к одному Я уже не раз говорил Правда не на ютубе, а на дзене И не в видео, но в текстовом формате Что для Жириновского, ЛДПР, ЕР и Путина Самое разумное сейчас выработать компромисс Но вот только кто сказал Что этот компромисс должен быть так похож На предательство Сергея Фургала Что Жириновским, что ЛДПР в целом Ведь очевидно Что такое поведение Что Путина, что Жириновского У всех нормальных людей Может вызвать только одну реакцию Реакцию омерзения При этом обратите внимание Я не говорю, что предательство было Я не могу этого знать Но то, что у всех создалось Именно такое впечатление Вот это факт Ничуть не лучше выглядит попытка Назначить Михаила Дегтярева Приемника Сергея Фургала Ведь с самого начала было ясно Что протесты в Хабаровске Это протесты не за ЛДПР И не за Жириновского А это протесты против Единой России И против Путина Что у Жириновского, что у ЛДПР Реальная поддержка очень мало Ну а теперь Теперь, боюсь, ее уже вообще не осталось Так почему тогда Путин и компания решили Что назначение преемником Сергея Фургала Члена ЛДПР Способно смягчить ситуацию в Хабаровске Ну а пиар Дегтярева Номенклатурных СМИ Он ведь, мягко говоря, откровенный с помощью Яркий пример такого пиара Это заявление о самого Жириновского С великой гордостью Что Дегтярев ходит по Хабаровску пешком Большая заслуга Неужели нельзя было рассказать О реальных заслугах этих деревьев Если они, конечно, есть Впрочем, давайте посмотрим Это заявление Жириновского На видео И мы благодарны тому, что Руководство страны направили Представителя ЛДПР И он уже сегодня утром выходит И идет пешком по городу А не в сопровождении ГИБДД, ФСО и всех остальных Вот таких губернаторов любит народ И идут, не как Ельцин Фальшивые свои показания В поликлинику один раз зашел Один раз в троллейбус И его избрали президентом Фальшивка все была Особенно впечатляют слова Что когда Ельцин ходил пешком Это была фальшивка А вот когда Дегтярев ходит пешком Это не фальшивка И ведь совершенно голословные слова На кого это рассчитано? На детей детсадовского возраста Впрочем, я думаю, что Владимиру Вольфовичу Особенно в сложившихся обстоятельствах Даже в детсаду не поверят Но особенно, конечно, впечатляют слова Владимира Вольфовича Что он уже уговорил Сергея Фургала Покинуть пост по собственному желанию А его арестовали Тоже не буду голословным Давайте посмотрим на это заявление Все решает кто-то Одна команда Как и Хабаровск Губернатор уже собирался Во вторник приезжать в Москву Писать заявление по собственному желанию Вы его арестовали Зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать Да мы давай, что там, давай, скрутили Он летел уже в Москву Летел ко мне Я его уговорил По собственному желанию То есть открытым текстом Что получается У Путина и Компании Был закулисный сговор И Жириновского, понятно У Путина и Компании И Жириновского Был закулисный сговор За спиной у всех Что если губернатор Действительно имеющий Реальную народную поддержку Уйдет по собственному желанию То его не отправят в места Не стоит отдаленные И это уровень Высшей государственной власти страны Знаете, когда она это смотрела Мне в голову пришел Новый, так сказать, термин Самоопозоривание По-моему, он идеально Характеризует ситуацию Но и как говорил один персонаж В одном великом советском мультфильме И который из этого следует вывод Боюсь только один Делая такие глупости Да еще на каждом шагу Путина и Компания Включая Жириновского Уже не смогут удержаться власти долго Период нарастающей социальной активности Такая глупость Непозволительная роскошь Полагаю всем за путинцев Пришла пора задуматься А разумно ли И дальше стоять На эту лошадку Сложившихся в соединке Если понравился ролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях И на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите На конечных заставках Смотрите мои аналогичные ролики